30 июня Леонид Яковлевич судился в замоскворецком суде Москвы с Министерством юстиции Российской Федерации. Мы как-то, знаете, прошли вот этот момент, но его нужно, и думаю, еще раз объяснить нашим зрителям. Судились вы с Минюстом Российской Федерации, признали там в Минюсте вас иностранным агентом, в принципе, как мы уже сказали. Никаким агентом вы не являетесь такой, можно сделать очень грубый и краткий итог вашей речи судебной, которую, еще раз напоминаю, опубликовала новая газета Европа. Но заседание кончилось отказом, формально Российская Федерация считает вас иноагентом до сих пор. С вот этим решением Минюста будете ли вы продолжать каким-то образом дальше бороться? Ну, то есть, условно-законными путями, насколько это возможно? Да, и что возможно, какие ходы остались у вас? Естественно, давайте говорить о том, о чем можно все-таки сказать, чтобы всех карт не открывать перед правоохранительными органами так называемой Российской Федерации. Да нет, тут никаких секретов нет, вы знаете, абсолютно. Так что я могу им это говорить, кому хотите. Значит, мы подаем апелляцию, конечно, с законным путем. Дальше это все копится для Страсбурга. Дальше это копится для международных судов. Потому что, ну, разумеется, они являются неким Джеймсом Бондом, как вы понимаете. Вообще, вот это такая мирная профессия. Я психолог. Значит, во-вторых, понимаете, вообще сама эта практика, это, конечно, еще и лицемерие отвратительное. Потому что они говорят, ну, наши начальники говорят, что это взято с закона ФАРО, foreign agency, там, чего-то в Соединенных Штатах. Вы понимаете, в английском языке слово agent, agent, да, не является синонимом шпиона, как у нас. А является, ну, как бы это обозначение человека или организации, которая что-то делает по распоряжению других организаций. Ну, например, ваш адвокат, если вы там нанимаете адвокат, является вашим агентом, является вашим представителем, да. Может быть, правительственный агент, вот это очень принятое выражение в Соединенных Штатах, governmental agent, там, ну и так далее, да. У нас и иностранный агент там, вот что означает. Если вы являетесь зарегистрированным представителем, зарегистрированным официально представителем какой-то иностранной структуры, не разведки, не дай бог, нет, ну, какая-то бизнес-структура, там, я не знаю. Ну, вот, я не знаю, есть ли отделение украинских банков в Соединенных Штатах, но если они там есть, то они выполняют функции иностранного агента. Потому что они работают в интересах украинского банка за деньги украинского банка. Ничего плохого в этом нет, вообще ничего плохого, это совершенно нормальная какая-то вещь, да. Вот, но у нас слово в русском языке, я не знаю, как в украинском, но я полагаю, что для тех, кто у нас говорит по-русски, это то же самое. Значит, слово агент, это скорее шпион, да. Поэтому они говорят, они нас назвали иностранными шпионами, они назвали нас, так сказать, оскорбительным словом по определению, да. Вот, значит, кроме того, это, конечно, чистый произвол, чистый произвол. Потому что сейчас они уже вообще принимают закон, по которому даже не надо иметь иностранное финансирование, достаточно быть под иностранным влиянием. Что такое иностранное влияние, они не объясняют. Когда они стали принимать этот закон, то я написал такой текст, что я, чистосердечное признание, я признаюсь, что я нахожусь под влиянием англичанина Шекспира, украинца Шевченко, поляка Мицкевича, еврея Христа, грека Аристотеля, там и так далее, да. Ну да, вот я нахожусь под их влиянием. Ну что ж, стал быть, я иностранный агент? Ну, конечно, как иначе. Вот. Значит, на самом деле это вообще все не так весело. Это не так весело, потому что, во-первых, они без судов, вот просто по произволу, выбирая какую-то группу, это избирательное правоприменение, я спрашивал представителя Минюста, значит, господа, вот вы дали какой-то список моих публикаций, да, и говорили, что я иностранный агент. Вы нашли, действительно нашли один гонорар, это вообще очень смешная история, мне заплатил гонорар журнал «Форрин Поросе» американский, про который я вообще не знал. У меня нет договора с редакцией, что они должны платить. Я не знал, что они платят гонорар, они заплатили, но заплатили хорошо. Вот, значит, говорю, ну есть же масса людей, которые публикуются, там, выступают. Почему не их? Почему меня не их? Это избирательное правоприменение, да? Вот. Почему эти статьи, а не другие? То есть, на самом деле, да, на меня они охотились с осени, с лета даже прошлого года. Они еще в сентябре насылали запросы, нет ли у меня иностранного финансирования. То есть, понимаете, не так, что я там что-то такое совершил, а они меня за это, значит, кем-то сделали. Нет. Они спрашивали, ребята, а не совершил ли он чего-нибудь? И мы отвечали, нет, не совершил. Ну ладно, ну не совершил, ждем дальше. Ну дождались, ну повезло, ребятам, молодцы. Вот. Значит, то есть, это, конечно, совершенно незаконно, но есть еще одна вещь. Понимаете, почему это возникло? Мне кажется, что это тоска наших начальников по бессудным расстрелам, по бессудным расправам, понимаете? Когда тройка решала, когда любого, кто не нравится, можно в тюрьму, в подвал, на расстрел, там, любого, да? И этот период пережила вся вот эта бывшая страна, да? И ваша страна тоже, потому что вы были под советской властью, да? Вот. У вас столь же жестокие репрессии были, столь же бессудные расправы, вот, как и в России. И вот они тоскуют об этом, они хотят это вернуть на самом деле. Продолжение следует...